Мы находимся на улице Шайарипова, где дорожные рабочие снимают с тротуара треснувший асфальт и собираются уложить здесь новый. А вот эти куски в качестве пробы мы хотим сдать в специализированную лабораторию и проверить, насколько асфальт был качественным, который здесь был уложен ранее. По дороге в лабораторию мы выборочно проехались по нескольким улицам Алмалинского района. К примеру, на Кабанбай-Батыра, Карасай-Батыра и Курман-Газы заметны свежезалатанные трещины и ямы. Тротуары у нас некачественные. Конечно, нужно все ремонтировать. После зимы большие проблемы. Есть где-то недостатки, но в целом хорошо. Вообще тротуары, по идее, нужно было приподнимать от земли, а их как бы не приподнимают. И, возможно, из-за этого они ломаются. Качество не то. Хотелось бы лучше, конечно. Ну, а так, да, молодцы делают, стараются для народа. Начали мы где-то, наверное, я примерно скажу, где-то около недели назад устраняем. Ну, по ходу выявления замечаний какие-то стараемся сразу устранить. При заключении договора у нас гарантия два года. Соответственно, мы выполняем свои обязательства по договору, ну и, соответственно, несем ответственность за счет своих компаний. Генеральные подрядчики, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, то есть строительство дорог, тротуаров, значит, если не своевременно выполняют работу, не по графику, то есть очень появляется дефектов, тогда, значит, мы подаем к ним в суд и через суд лишаем лицензии, то есть этот подрядчик уже в дальнейшем не может участвовать в никаких конкурсах, никаких работах. За два года в городе отремонтировали около 75 километров тротуаров, но на некоторых участках качество асфальта не выдержало даже минимального гарантированного срока. Жалобы или вот это все поступает, берем соцсети, обращения граждан со СМИ, и также мы, что сами выявляем, также устраняем в кратчайшие сроки. У нас сейчас настоящее время по городу массово проводится, значит, текущий ремонт. Это четыре подрядные организации, 32 бригады, 272 человека рабочих, 75 единиц техники привлечены к этому. Значит, по основным магистральным улицам до 21 марта должны уже полностью завершить текущий ремонт. И до 16 апреля уже по улицам районного значения. По словам специалистов, асфальтная смесь, выпускаемая в Алматы, одна из наиболее качественных по стране. Но на ее срок службы могут повлиять не только погодные условия, но и неправильная укладка, то есть прямая недоработка подрядчиков. Имеет значение человеческий фактор. При укладке асфальтобетона должны учитываться несколько критерий. Например, температура асфальта, состав асфальта бетона с завода, с подзавода. Когда привезешь на дорогу, он должен быть соблюден определенной температурой. Потом процесс укладки асфальтобетона, время укладки в дождь, допустим, нельзя укладывать. Если не соблюдать эти критерии, асфальт прослужит недолго. Может дать осадку и покрытие лопнет раньше гарантированного срока. Отчего же покрылся трещинами тротуар на Шарипова. Наши пробные куски специалисты в лаборатории приняли. По этим образцам они смогут определить состав асфальта. Но для того, чтобы определить плотность, качественный он или нет, специалисты пообещали выехать на место и с помощью аппаратуры взять еще дополнительно пробы. И в течение двух недель они будут проводить экспертизу. А по окончанию экспертизы нам дадут результат. Айбану Анарбаева, Асет Кундакпаев, телеканал Алматы.